Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии пятницы. Очень люблю этот день, потому что именно в пятницу у меня есть возможность пожелать вам хороших выходных и отметить тот факт, что впереди у вас, друзья, два дня, когда вы отдохнете и от меня, и от моих брифингов. Ну, может быть, даже и от рынков, если среди тех активов, которыми вы спекулируете, торгуете, нет криптоинструментов, торговля которыми, как вы знаете, доступна в режиме 7 дней в неделю. Ну что ж, давайте поговорим о том, что интересного сложилось за минувший торговый день на финансовых рынках. Наверное, главное, что сейчас можно сказать, с учетом, опять же, того, как торговая сессия четверга перетекла в пятницу, то, что все уже устали от тотальных распродаж рисковых активов, и те, кто все-таки лоббировал идею от тотального сброса риска вниз и полученного спроса на защиту, взяли также небольшую паузу. Друзья, ну, это лишь подтверждает тот факт и делает текущий рынок красивым, потому что временный переход инициативы к покупателям риска – это то, что является неизбежным, или то, что, скажем так, является нормальностью для любой трендовой динамики. Ну, друзья, это не значит то, что меняется новостной фон, и рынок достиг своего дна. Мы будем говорить о том, что распродажа риска ушла именно к тем уровням, которые являются донами, и дальше не будет продолжаться только в том случае, если все СМИ, все заголовки, прессы будут забиты, опять же, информацией о том, что вирус, коронавирусная инфекция, уханьская коронавирусная инфекция локализована, или, например, есть лекарства. Но, к сожалению, пока что такой информации на площадках не поступало, поэтому, допустив раньше, что мы сейчас имеем дело не с обычным кризисом, а сразу с, опять же, комплексом, кризисом низких процентных ставок и беспрецедентных мер заливки экономик ликвидностью, экономическим, промышленным кризисом, кризисом общественного здравоохранения, друзья, этот негативный новостной фон, он никуда не девается, и он по-прежнему тучей охватывает вообще все, что имеет отношение к финансовым рынкам. Нефть 28,99 – это текущие котировки. Нефть немного откатила. Я допускаю, друзья, что это лишь временное явление. Если короткие позиции в вашем арсенале, вы все правильно делаете, потому что мы, как и любые продавцы этого актива, сейчас по-прежнему говорим о беспрецедентном падении спроса на углеводороды вследствие того, что правительства разных стран принимают все более и более жесткие меры в попытке ограничить и нивелировать негативные последствия распространения коронавирусной инфекции. Я имею в виду ограничение перемещения граждан, закрытие границ и тотальная изоляция. Как вы знаете, спрос на авиационное топливо является индикатором вообще спроса на углеводороды. И сейчас с этим серьезнейшие проблемы, потому что авиарейс отменяется по всей планете. В данном случае снижение, историческое снижение спроса сейчас накладывается на проблему избытка предложения. После озвученных планов и России, и Саудовской Аравии увеличить нефтедобычу, друзья, мы это ждем. Значительное ухудшение экономической конъюнктуры и сам факт того, что мировая экономика сползает в рецессию, которую не виделось со времен Второй мировой войны. Сегодня инвестбанки снижают прогнозы по стоимости черного золота. Мы в последнее время все чаще возвращались и обращали внимание на прогнозы Goldman Sachs. Так вот, они прогнозируют цену на бренд в 20 долларов за баррель. Есть прогнозы, друзья, в районе 10 долларов за баррель и даже ниже двухзначного значения. Несколько дней назад я допускал, что в конце концов при текущих реалиях реально бренд может оказаться ниже. Доллар-рубль 79,15 ставим на дальнейшее ослабление российской валюты. Почему? Потому что при текущем соотношении стоимости именно курса рубля и стоимости нефти, рублевая стоимость одного барреля нефти недостаточна для того, чтобы обеспечить расходы федерального бюджета. И вот расхождение, оно сейчас превышает 20%. То есть я допускаю, что после того, как пройдет голосование за поправки Конституции 22 апреля, рубль все-таки покажет всю истину о своей слабости и Центральный банк уже не поможет. Уверен то, что мы в этот раз реально можем увидеть котировки 90 и повыше. Доллар-иена 109,98. Друзья, я все-таки решил поставить стоп-лосс по этой валютной паре на отметке 111,35. Если мы все-таки увидим эти значения, я из продаж доллара против иены все-таки выйду и отдам должное того, потому что рынок заряжен сейчас именно на повышенный спрос на доллары. Это очевидно. В отношении рисковых активов евро против доллара 1,0749. Сейчас котировки лоу был на уровне 1,0653. Даже сегодняшний брифинг я решил назвать с позиции того, что европейская валюта фактически может добраться до паритетного значения. Почему? Потому что Европейский Центральный банк запустил беспрецедентную программу количественного смягчения на сумму в 750 миллиардов евро. Мы знаем то, что такие действия это фактически подтверждение серьезной беспокойности Европейского Центрального банка негативными последствиями влияния на экономику валютного блока коронавирусной инфекции. Кристин Лагард, которая ранее провела экстренное заседание, то есть это было в среду, допустила, что экономика валютного блока может просесть на 5%. При этом хочу привести вам в доказательство, наверное, большего масштаба бедствия прогноз Дж.П. Моргана. В частности, в этом банке допускают то, что в первом квартале экономика валютного блока снизится на 15% и просядет во втором квартале на 22%. Количество летальных исходов от коронавирусной инфекции в европейских странах уже превысило количество летальных исходов в Китае. Это страшная, друзья, статистика. И, соответственно, это еще одно доказательство того, что рецессии еврозоны не избежать. Поэтому ждем продолжения нисходящей динамики. Если вы, опять же, обеспокоены тем, что локальный рост может продлиться дальше, я советую выйти тогда из прошлых продаж и поставить отложки селл-стоп на минимумах текущего торгового дня и уже в случае возвращения котировок к этим значениям приступать к дальнейшим продажам. Фунт против доллара. Ситуация такая же. Лоу был вчера 1.14.08, сейчас котировки 1.16.54. Бешеная волатильность. Мы ждем фунт на обновленных минимумах с 1985 года. Я думаю, что реально можем оказаться ниже отметки 1.14. Банк Англии накануне в очередной раз снизил процентную ставку до 0.1% с 0.25% и увеличил объемы программы количественного смягчения. Фонд, друзья, остается негативным, поэтому здесь в приоритете только лишь продажа рисковых инструментов и ставка на укрепление доллара. По американскому фондовому рынку сейчас 2.386. Лоу по S&P был 2.274. Наша цель, друзья, 2.000-2.050 пунктов. Я думаю, мы до нее доберемся. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.